Стало быть, с вожатым можно, а с пионерами нельзя? Сколько лет тебе тогда было, напомни? Что? Откуда? Всем привет! Вы на канале Диффлей, и сегодня мы будем продолжать проходить историю одного неудачника. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов. И для поддержки этого видео не забыть подписаться на мою телегу и вступить в мой Дискорд канал. Сервер, все ссылки в описании под видео. Ну и погнали! Что значит одна такая? Виола улыбнулась, в её взгляде я увидел какое-то блаженное удовлетворение. Как будто только что медсестра постигла тайну бытия. Теперь ты послушай мою историю. На самом деле, Семён, мы с тобой из одного города, хоть история моя началась на несколько лет раньше твоей. Я училась на певицу, потому что мне всегда нравилось петь. Да и голосом моим восхищались все, кто его слышал. Помимо того, что я была талантлива, я происходила из богатой семьи и имела кучу друзей. Не жизнь, а сказка. Но всегда хотелось чего-то большего, любви, впечатлений, сам понимаешь. Вчера я упоминала, что у меня был молодой человек. Мы познакомились с зимой на остановке. После поздней репетиции я пропустила все автобусы, и он довез меня до дома. Он работал недалеко от мест, где я училась и проходила прослушивание. Я подумала, что это судьба. Очень скоро мы начали встречаться. В моей, пусть и роскошной жизни, все всегда было под строгим контролем. Поэтому я сразу влюбилась в этого бунтаря. Он ничего не боялся и любил нарушить правила. Хотя и в разумных пределах. С ним можно было забыть обо всем на свете. Что я избалованная и молодая девица и сделала. Но, как я потом узнала, его тяга к вредным привычкам не ограничивала искурением и алкоголем. Иногда он начинал вести себя странно и переходил грани, которых раньше никогда не переступал. Впрочем, мне было на все плевать. Однажды он сделал мне предложение, и мы поехали выбирать свадебное платье. Да, плохая примета, но мы и на это закрыли глаза. Но слишком уж и странно и безрассудно мой парень вел себя в тот день. Он стал приставать ко мне в примерочной и несколько раз проигнорировал слова о том, что я не хочу заниматься этим там. Когда я дала ему пощечину, он вроде бы успокоился, и мы решили уехать. Так ничего и не купив, хотя деньги были. У меня тогда будто бы открылись глаза, и я поняла, что живу неправильно. Я даже решила отказаться от его предложения. Я решила долго не тянуть и попросила его отвезти меня к родителям. Он упрямился и буквально заставил меня сказать ему в лицо, что я передумала выходить за него. Это была ошибка. Услышав это, он надавил на газ и повез меня прочь из города. За нами увязалась милиция, но вместо того, чтобы остановиться, он решил от них оторваться. И игнорировал все мои просьбы остановиться. У него как-то получилось оторваться от погони, и между нами завязался спор. Я убеждала его, что переосмыслила свои взгляды на жизнь, и решила перестать поступать безрассудно. Слушая это, он смеялся мне в лицо и почти не смотрел на дорогу. Мне стало окончательно понятно, что он под какими-то веществами, хотя раньше никогда не употреблял за рулем. Я снова попросила остановиться и высадить меня. Но он не послушался и вместо этого ускорился, твердя, что у нас все будет замечательно. Что ему нужно только я, и что мы уедем куда-то. В итоге он не справился с управлением. Дорога была скользкая, и наша машина перевернулась. Он был не пристегнут, поэтому в конце... Поэтому конец его был быстрым. И все произошло на моих глазах. Я выжила, но тоже получила серьезные травмы. К тому же у меня застряла нога, и я никак не могла вылезти. Оставшись с его телом в машине. Я звала на помощь, надрывая горло и тратя последние силы. С дороги нас не было видно, и я подумала, что моих криков тоже не слышно. Но не сдавалось, ведь надо было бороться за жизнь. И когда я совсем выбилась из силы, думала, что мне уже никто не поможет, ничто не поможет, я увидела его. Это был бездомный, неведомо как оказавшийся в этой глуши. Он спросил, пойду ли я с ним. Я попросила его позвать кого-нибудь на помощь, но вместо этого он лишь проснул руку в разбитое окно. Когда он снял шапку и нагнулся, чтобы меня вытащить, я уже плохо соображала. Но я отчетливо запомнила, что он был мало похож на человека. У него были уши и хвост, и когти. Все, как ты мне только что рассказывал. Последнее, на что мне хватило сил ответить ему, да. Виола прервалась, и я, захваченный ее невероятной историей, не знал, что сказать. Меня переполняло сочувствие и жалость к ней. Я судил лишь по внешности и даже не подозревал, что медсестра пережила. За окном уже совсем потемнело. Но я понимал, что мы с Виолой не пойдем ни на концерт, ни на дискотеку. Они сейчас не имели никакого значения ни для нее, ни для меня. Важно было продолжение истории. И что же было дальше? Тихо спросил я. Он так и забрал меня из этого мира, и я оказалась здесь. В этом лагере. Я помолодела на несколько лет и проснулась в автобусе. Оказалось, что в лагере меня ждут, что меня сюда как будто отправили родители. Оу, вау, а стоп, это Олька. А у ворот меня встретила Оля, которая в ту пору была еще пионеркой. Она и стала мне лучшей подругой. Нас поселили в один домик, как вас с Толиком. Но в это время... Но, блядь, но это место оказалось мне ненастоящим. Я понимала, что не могла, умирая в перевернутом автомобиле, попасть в прошлое. Где у меня совершенно другая жизнь. Позже я пришла к выводу, что это своего рода чистилище, потому что время как будто зациклилось. И каждый конец смены был началом другой. Я снова просыпалась в автобусе, меня опять встречала Оля, и смена начиналась заново. Я думала, что схожу с ума. В лагере творились странные и немыслимые вещи. Я видела пионерок, удивительно похожих на меня. А потом понимала, что это я и есть. Это были другие версии меня, которые во время пионерской смены делали что-то иначе. И так продолжалось очень долго, пока я не смирилась и не поняла, что это место стало моим домом. В той жизни меня ждала лишь смерть. А здесь мне дали второй шанс. И тогда время потекло снова. За время пребывания в лагере я изменилась. Я решила заняться тем, чего раньше никогда не делала. Помогать людям. Поэтому сначала я помогала местному врачу. А потом поступила в медицинский, выучилась и в итоге стала медсестрой. Отдавая дань уважения этому месту, я стала возвращаться сюда, как уже... уже не как пионерка, а как медсестра. Ведь отсюда все началось. И мне всегда казалось, что здесь все и закончится. Не может этого быть. Выходит, я не единственный в своем роде. Спустя столько времени я редко вспоминала о прошлом и почти забыла о нем. Но после того, как ты рассказал мне все это, воспоминания вернулись. Разве можно забыть то, что произошло с тобой? Даже не представляю, каково тебе было. Я с сожалением опустил взгляд. Да, я тоже стал жертвой автокатастрофы. Но жизнь моя разительно отличалась от жизни Виолы. Если этот автобус сбил меня насмерть, вряд ли кто-то, кроме родителей, стал бы об этом жалеть. А Виола, в жизни которой было все, включая роскошь, друзей и многообещающие будущее и любимого в прошлом человека, разом потеряла все. Все это было не просто так. Это был второй шанс, который был нужен каждому из нас. И бомж, как бы его там ни звали, неспроста привел меня в это место и тебя, и меня. Сидя рядом со мной, она положила мне ладонь на колено. Все это было ради того, чтобы мы встретились. Но что будет дальше? Если пионер и пионур говорили правду, с концом цикла меня вновь перенесет в начало. Все все забудут, возможно, я и сам ничего не вспомню. Кто знает, в какой раз я уже в этом лагере. В такой, в какой и нужно, чтобы ты усвоил все уроки, изменился и принял себя в... и мир вокруг. Как только это произойдет, ты вырвешься из зам... Блять, вырвешься из замкнутого круга. Но даже если это произойдет, куда мне идти? Я ведь даже еще не родился. У меня ничего нет в этом времени и мире. Я встретился с ее взглядом, в котором было сочувствие и искреннее понимание. Ведь она прошла через то же самое. У тебя есть я. Произнесла она, и я почувствовал, что слезы предательствия наворачиваются на глаза. Но не мог же я позволить себе расплакаться перед Виолой. Поэтому я несколько раз моргнул и глубоко вздохнув, и успокоившись, вопросительно посмотрел на нее. Тогда что нам делать дальше? Я думаю, достаточно словно сегодня. Произнесла женщина, приблизившись ко мне и поцеловав меня в губы. Поцелуй был недолгим, и когда медсестра оторвалась от моих губ, я понял, на что намекает ее улыбка. За разговором мы с ней пропустили все вечерние мероприятия. Судя по смолкшей музыке, на которую мы до этого не обращали внимания, и дискотека уже закончилась. Все уже наверняка разошлись по домам. Медпункт был полностью в нашем распоряжении, и теперь нам точно никто не помешает. Поможешь мне снять это платье? Пропустить! И вновь это было незабываемо. Ночь была долгой и насыщенной, а ночевать мне было снова суждено в медпункте. История одного неудачника. День седьмой. Еще не открывая глаз, я знал, что меня ждет замечательное утро. Вернее, свято верил в это, обнимая женщину, делившую со мной ложе, чувствуя ее тепло и наслаждаясь запахом ее волос. И как часто происходило в моей жизни, я ошибся в своих выводах. Там Юлий? Я понял, опять блюрим. Вопль вожатой и испуганный вздох Виолы, вскочивший из кушетки в поисках одежды и бешено заколотившееся в моей груди сердце. Да, не такое утро я себе представлял. Вилка, ты совсем с ума сошла? Семена, ты чего себе позволяешь? Уберев руки в боки, вожатая, так и стояла на пороге вся красная от гнева. Я только и мог, чтобы сильнее натянуть на себя простыню, после бы выглядывая из-под нее. Это, наверное, худшее, что могло произойти. Нет, хуже было бы, если бы она застала нас непосредственно за этим процессом. У меня были подозрения на ваш с ним счет, но ген до вас подери. Да как так можно? Оля, дай мне одеться, а потом уже голоси. Раздраженно, но предельно холодно ответила ей Виола. Вожатая была в еще большем шоке от такого ответа, но все-таки отвернулась. Когда Виола осуществила задуманное и облачалась в свой халатик, то обратилась к Кольге с укором в голосе. На меня кричишь, а сама как будто никогда таким не занималась. С пионером? Да как у тебя только язык повернулся! Стало быть, с вожатым можно, с пионерами нельзя? Сколько лет тебе тогда было, напомни? Что? Откуда? Я все про тебя знаю, но никому я никогда не говорила того, чего не следовало обидимой подруге. Ольга несколько раз моргнула и как-то успокоилась. Похоже, она поняла свою неправоту. А вот я подумал, что никогда бы не заподозрил, что в юности Ольга спала с вожатым своего отряда. И такое выходит, бывает! Ха! А мы с ней не такие разные выходят. Окажи и ты нам семянам услугу, забудь обо всем, что увидела по старой дружбе. С настойчивой просьбой продолжила медсестра. Ольга Дмитриевна задумалась с сомнением, посмотрев на меня. У тебя точно все хорошо, пионер? Поинтересовалась она, и я торопливо закивал, давая понять, что у нас с медсестрой все по обоюдному согласию. Ладно, но только потому, что сегодня последний день, и мне лень поднимать всех на уши. И так только этим занимаюсь. Ольга, ты не меняешься, могла бы раньше прийти. Пропустила все самое интересное. Рассмеялась Виола, заставив вожатую покраснеть. Я тоже как-то смутился, но подумал, что об участии своей подруги в наших игрищах медсестра все-таки пошутила. Или нет? Семен, ты бы поторопился, автобус сегодня приедет рано. Все уже собираются. Автобус куда? Вожатая озвучила то, что я так боялся услышать. Домой смена подошла к концу. Потрудись хотя бы на последнюю линейку не опоздать. Хотя какая линейка теперь? Буду смотреть на тебя и вспоминать выпирающую простыню. Я торопливо поправил простыню. Как-то быстро смена пролетела. Ладно, если не изменяет память, у нас с тобой собрание с другими вожатыми. Да, для этого я за тобой и зашла. А ты тут пионеров совращаешь. Ой, ну да ладно, чё там такого-то. это он меня совратил. Ой, не надо мне тут. Ты даже ко мне приставала. Ножницы стайл. С этими словами они вышли продолжая дискуссию, а Виола подмигнула мне напоследок. похоже ситуация уже не казалась Ольге страшной как в самом начале. Скорее забавной. Виоле и её подруге из лагеря явно было что обсудить напоследок. В целом я был не против, меня тоже ждали дела. Собраться к отъезду, хотя мне собирать-то особо было нечего. Сигнал к завтраку заставил меня быстро одеться и поспешить в столовую. Солнечное утро встречало меня в свои объятия. Дуновения освежающего ветерка окончательно взбодрили меня, и я обратил внимание на пионеров идущих в столовую. Многие из них переодевались из формы в обычную одежду. Некоторые уже были сумками. Похоже дисциплину в последний день соблюдалось не так строго и уже вовсю готовились к отъезду. Все. На площади мне повстречалась Алиса и Ульяна и это промотать нельзя. Какого-то черта. Двачевская была довольно веселой. Может быть потому что сегодня Ольга Дмитриевна не стала делать ей замечания по поводу внешнего вида. А Ульянка была сама на себя не похожа и выглядела очень растерянной. Подойдя ближе я увидел как Алиса пытается заставить Ульяну встать с лавки приговаривая что они пропустят обед. Но ее юная подруга отказывалась вставать. И когда Двачевская схватила ее за руку и стала тянуть вцепилась в дощатую спинку мертвой хваткой и свободной рукой. Не хочу пусти! Алиса упорно продолжала тянуть сдерживая смешки. Похоже ситуация ее забавляла. Дуреха завтрак пропустим и ничего не успеем. Нам еще вещи собирать. Не пойду не хочу я уезжать. Двачевская напряглась. Похоже это занятие ей уже порядком надоело. Это не обсуждается Ульян. Сколько ты тут не сиди автобус все равно придет. Приедет. Если не я то Ольга Дмитриевна заставит тебя в него сесть. Только попе твоей не поздоровится. Ой Семен не поможешь мне? Обратилась ко мне пионерка заметив что я уже давно стою и наблюдаю за этим спектаклем. Ну вот лучше бы мимо прошел. Почему бы и нет? Отозвался я без особого энтузиазма. Ульяна услышав это вцепилась в лавку еще но ее это не спасло. Совместными усилиями мы с Алисой заставили ее встать и потащили к столовой. Девочка все равно продолжала упираться. Ну что ты капризничаешь? Сама мне в начале смены говорила как хочешь отсюда свалить. Я передумала! Тебе же надоели правила ранее подъемы формы вожатая. Еще немного и мы вернемся домой. Что не так? нет мне здесь нравится! Семен скажи ей! Ну Ульян ты же сможешь вернуться сюда следующим летом. Лагерь никуда не убежит. Следующее лето это слишком долго! А твоя семья и друзья? Ты по ним не соскучилась? Ну я скучаю по своему Мишке. Он там совсем один без меня. Алиса одобрительно подмигнула мне. Похоже моя попытка переубедить девочку каким-то чудом сработала. Ну вот видишь А так вы с ним уже сегодня встретитесь Все хватит капризничать Там уже наверное вся еда остыла Впереди показалось здание столовой По нашему синхронному урчанию в животах стало понятно что завтрак просто необходим Но он будет уже в следующий раз А сегодня на этом будем заканчивать Всем спасибо за просмотр и всем пока Субтитры 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 Субтитры